Белый Уолт Эх, цейтнот, цейтнот. Этим все сказано. Да к тому же, в последнее время чутка исчезли те самые креативные идеи для видео. Но недавно мне пришла в голову интересная мысль, которая связана с моим самым популярным видосом. Многие говорили, что видос не объективен в силу того, что космос сложнее скотобойни из-за его нового декора. А соответственно, моральные бафы все же присутствуют. И не могу сказать, что я переосмысляю старый видос из-за мнения толпы. Нет, я бы и дальше продолжал не переосмыслять мои прошлые суждения, если бы не один коммент. В нем уже была действительно конструктивная критика, а точнее совет, что видос-то норм, но только на момент его публикации. Но из-за премьеры космоса с декором видос устарел, ведь концепт космоса кардинально изменился. Как написал Вернам в описании, космос заслуживает сложности топ-1 демона. Декор, атмосфера, сон, эпичность. Да, все идет прямо к предельной отметке. Хотя, кто знает, как у Дольфи сложится с Верифом, и доживет ли проект до конца Верифа в первозданном виде с декором. Я думаю, здесь не стоит пояснять у Дольфи, что-то в последнее время как-то неудачно все происходит с прохождениями сложных уровней. Посмотрим, будет топ-1, не будет. Особо не важно. Главное изменение концепта, а значит, пора переосмыслять сложность. Ну что же, начнем. Ссылка на телеграм-канал дизайнера, который мне сделал превью, будет в описании. В этот раз все будет предельно просто. Посмотрим, как декор влияет на прохождение. Мешает, не мешает. Вейвпарты, где и что сложнее. Стрейты и кубы. Все предельно понятно. Если говорить о декоре, то по факту у космоса финальной его версии все в пульсах. И без ЛДМ в это играть попросту невозможно, а точнее даже вредно. В Скотобойне с этим все куда лучше. Да, адский декор неприятен с эстетической точки зрения, но игре он особо не мешает. Опять же, все относительно. В космос декором играть будет посложнее. Да, он красив, но пульсы накаляют планку, задирая сложность до самых вершин. А может быть даже и до вершины, до самого Эвереста. Первый балл уходит в варенью Черетим. По кубам, кстати, по сути ничего не изменилось. В Скотобойне каждый отдельно взятый клик сложнее, но в космосе их попросту больше. Сложность растянута на большее количество кликов, но тем не менее кубы все же сложнее в космосе. Факт прям очевидный и неоспоримый. Да, Вернам их, конечно, забалансил, то есть они легче, чем в Impossible версии этого уровня. Но все равно сложнее, чем в проекте АСД Кейва. Второй балл уходит к космосу. Корабли-стрейты в Слоутерхаусе сложнее, потому что их тупо больше, и это второй по сложности геймот в уровне после Вейва. В космосе стрейты есть, но в общем концепте уровня они считаются фри, да и на них не делается особый акцент. Но есть и есть. За стрейты балл уходит Скотобойне. Ну и наконец, вся кульминация обоих уровней – это вейв парты. В Скотобойне сложны спамы, первый дроп и всем известный парт Ривера. В космосе же все лучше сбалансировано, поэтому, условно говоря, он выиграет почти в каждой отдельно взятой части. С декором это стало в разы сложнее, поэтому вейве в космосе сложнее весьма существенно. Разве что парт Ривера, пару спамов и трансиженов могут составить хоть небольшую конкуренцию к какому-нибудь вейв парту космоса. Порой, конечно, где-то что-то не сходится, но в сумме картина именно такая. Как и говорил Вернам, все максимально стремится к Джамалумбе. Да и сам культ космоса весьма хорош. Последний балл уходит космосу. Ну что же, именно в таком ключе развивалось переосмысленное мной повествование. Заметьте, стоило поменять концепт, как сразу и другой результат. Конечно, опять же повторюсь, все будет зависеть от Верифа. Вернее, от его удачности. Возможно, космос преобразится в плане сложности, и тогда я уже переосмыслил эту тему еще раз. Но, надеюсь, это видео уже стремится быть злободневным, актуальным и объективным. Посмотрим, как река времени расположит события. Из этого уже и будем исходить. Ну а с вами, как всегда, был Белый Ворон. Спасибо за просмотр и до связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok